Доброе утро, Ульяновск! Доброе утро, вся Ульяновская область! Завершение рабочей недели встречаем вместе на телеканалах Репортер 73 и ОТР. На календаре 23 июня, пятница. В этот день, в 1710 году, после двухмесячной осады, русская армия вошла в Выборг. В 1724 Российская империя и Турция в Константинополе заключили договор, по которому Россия сохраняла Каспийское побережье, а Турция, Тифлис и Ревань. Год 1894 в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет. В Советском Союзе в 1925 году учреждены ленинские премии. 23 июня 1934 в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза номер один получил летчик Анатолий Лепедеевский. Вместе с ним аналогичные награды получили Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Ливаневский, Михаил Водопьянов и другие. В 1957 в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Мы своим традициям не изменяем. Нашу студию с завидной регулярностью украшают цветочные композиции от партнера программы студии флористики «Нимпа-73». Этим утром в студии репортера для Вас работает Оксана Коваль и Владимир Гаврилов. Поехали! Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион и начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер-73» и «ОТР». И еще. У Вас уже не болит голова. Вчера мы рассказали вам о том, как ульяновские вагоновожатые сыграли в боулинг-трамваями. Сегодня продолжим тему оригинальных соревнований. Начнем с футбола в валенках. Единых правил нет, но обычно в команде от 3 до 5 игроков игра не больше 10 минут. Соревнования можно проводить летом на траве или в сугробах зимой. В этом году в Норильске, например, провели турнир при минус 20. Едем дальше. Бег на каблуках. Самые массовые забеги проходят в Москве, Петербурге, Владивостоке, Саратове и Костроме. Дистанция 50 метров. Высота каблука от 9 сантиметров. Я сочувствую девушкам. Ты приняла бы участие? Нет, не приняла. Ну, ради интереса. Ну, проверить свои силы. Ну, что ты, ладо, ладо, приняла бы. Организаторы разрешают некоторым приматывать туфельки к ноге скотчем, но, видимо, чтобы не потерять. Возрастных ограничений нет. Зрелищно, красиво, но все-таки, говорят, немного травмоопасно. Да, но не немного. В Уссуле, это север Пермского края, на фестивале «Внимание русского комара» выбирает самую вкусную девушку. Желающих не очень много, ибо приходится наглядно по числу комариных укусов доказывать, что именно ты больше всего полюбилась кровососом. Финалистки терпят до 40-50 укусов. Ради чего? Ну, ради приза. Ради статуса самой вкусной девушки, да? Наверное. Едем дальше. Шашки. Казалось бы, привычная игра, но только если играть в нее в привычной обстановке, а не под водой. Десять лет назад увлечение дошло до России. Соревнования дайверов-шашистов прошли в Нижнем Тагиле, Самаре, Кемерове и Новокузнецке. А вот в Ярославском, это культурном комплексе деревни Тыгы-Дым, на протяжении многих лет проходил фестиваль «День русской лени». Правила предельно простые. Кто кого перележал на кровати, тот и победил. Ну, вот вам, пожалуйста, и список возможных планов на выходные. Берем друзей и организуем веселые и незатейливые спортивные мероприятия. Если вам по душе привычные виды спорта, то специально для вас, хотя в целом для всех, очередной выпуск рубрики «Зош». Доброе утро! Меня зовут Наталья. С вами рубрика «Зош». Сейчас я вам покажу утренние упражнения для зарядки энергии и бодрости. Начнем разминку. Разминаем сначала лопатки и руки. По четыре в каждую сторону. Полный круг. Еще один и в другую сторону. Начинаем вращение корпуса. Блок. Еще. Повторим блок. Рукавер. Снова блок. Еще раз вверх. Еще раз блок. Теперь шаг на месте. Три-четыре. Присед. Присед. Еще шаг на месте. Присед. Присед. Шаг на месте. И теперь потянемся. И еще раз повторим. Шаг на месте. Потянемся. Потянемся. Теперь немножко ускоримся. Побежали. Немножечко. Еще чуть-чуть. Теперь упражнение скейтерно склонится. И снова присели. Присели. Еще разок. Присели. Присели. Еще. Потянулись. Потерпились. Потянулись. Еще. Шаг. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Каждое утро не забывайте делать зарядку. Это вам придаст отличное настроение. С вами была рубрика ЗОЖ. А сейчас новости из мира высоких технологий. На Ставрополье научились определять влажность почвы при помощи дронов. Два беспилотника образуют радиолокационную зондируемую систему. На одном передающее оборудование, на другом принимающее. Первый под определенным углом облучает исследуемую поверхность, а второй получает отраженный сигнал. Так можно судить об уровне влажности на глубине корневой системы растений. И это более оперативный способ, чем, например, при использовании существующих методов. В одном случае агрономы используют ручной влагометр, а в другом приходится брать объем земли, выпаривать и так определять уровень влажности. Этот принцип оказался применим не только в сфере агропомышленного комплекса. Благодаря технологии ученых также можно зондировать слой льда и измерять его соленость, а также толщину, что пригодится при арктических исследованиях. Сейчас ученые готовят соответствующие документы, чтобы предложить свои разработки для использования их в зоне Крайнего Севера. Подробнее об этом вы можете прочитать в одной из российских газет, обзор которой предлагаю посмотреть прямо сейчас. В эфире обзор российской газеты. Расчет резидента. Для многих релакантов налоговые платежи вырастут 2 июля. Поднажать на кнопки. До 2025 года российские компании должны будут заменить импортное программное обеспечение. Взялись за руль. Как пересадить чиновника на переднее сидение. Издалека дорого. Выросли спрос и цены на речные круизы. Документы в номере. Российская газета публикует новые законы. Критичной датой для возвращения многих уехавших из России сотрудников станет 2 июля. В этот день истекает период действия. Для них ставки НДФЛ в 13%. Рассчитали эксперты по просьбе газеты. Затем произойдет утрата налогового резиденства РФ. А значит и ставка по налогу для работающих из рубежа может вырасти до 30%. Чтобы сохранить статус налогового резидента, нужно находиться в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Рассчитывать на ставку в 13% сотрудники смогут, если сохранят статус резидента или будет принят закон, снижающий НДФЛ для релакантов вне зависимости от резидентства. При этом их доходы должны соответствовать прописанным в документе критериям. Уже сегодня у ряда компаний есть практика, когда при неясном резидентском статусе сотрудника с него удерживается НДФЛ по ставке 30%. До 1 января 2025 года российские компании будут обязаны импортозаместить значительную часть иностранного программного обеспечения. Такой закон в июне подписал Владимир Путин. Если раньше было требование только по объектам критической информационной инфраструктуры, то теперь ограничения коснулись целых секторов. Операционных систем, офисных пакетов и приложений, систем управления базами данных, средств виртуализации. Новые требования в ближайшем будущем могут коснуться и железа. Об этом газете заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования. Имеется в виду сервера и системы хранения данных из недружественных стран, а также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают. При этом запрет техники Apple, в частности iPhone, не обсуждается. Глава Минфина Антон Силуанов призвал чиновников отказаться от водителей, чтобы стать ближе к народу. И предложил даже примировать за это госслужащих. Сам министр признался, что тоже готов ездить за рулем. Идея сокращения автопарка чиновников не нова, отмечает газета. Но прежде чем принимать популистские решения, необходимо хотя бы подсчитать количество служебного транспорта и персональных водителей в госструктурах. Пока таких данных нет. Сколько в нашей стране персональных водителей, содержащихся за госсчет на различных уровнях власти? Какие расходы несут соответствующие структуры? Сколько так называемых разъездных машин? Поняв объем расходов, можно перейти к обсуждению вопроса о компенсациях госслужащим за использование личного транспорта в служебных целях. В том числе путем пересадки на передние сиденья. Если такие компенсации в нынешней ситуации вообще оправданы. Круизные туры с прошлого года подражали на 8%. Об этом газете сообщили в одной из круизных компаний. К примеру, 14-дневный тур на комфортабельном теплоходе из Ярославля в Волгоград в самой дешевой каюте в Трюме обойдется в 96 тысяч рублей на человека. Каюта люкс уже в 192 тысячи. Но даже если вы готовы выложить такие деньги, мест вы можете уже не найти. На ближайший месяц почти все распродано. Сейчас россияне все больше интересуются отдыхом с комфортом на воде, когда и трехразовое питание, и экскурсии, и развлечения на теплоходе. Все включено. Но ценник далеко не самый бюджетный. Более короткие туры, разумеется, дешевле. Так, июльская прогулка от Ярославля до Москвы и обратно предлагается за 21 тысячу 200 рублей. Более дешевые от 18 тысяч и дорогие до 36 тысяч уже проданы. Российская газета публикует новые законы, подписанные на днях президентом. Благодаря им участники СВО получат право на бесплатную юридическую помощь и освобождение от пений и штрафов за неуплату коммунальных услуг. Несовершеннолетних сотрудников смогут нанимать по новым, упрощенным правилам, а за жестокое обращение с животными будут наказывать штрафами. Еще один закон обязывает виноделов создавать паспорта виноградников. Слегка поменяется этикетка и контрэтикетка. Так, крупно, 12-м кегелям нужно будет писать только год урожая и место происхождения. Сорта винограда, из которых произведено вино, можно указывать мельче, но не менее 8-го кегля. Это был обзор российской газеты. В Ульяновске возобновят производство композитных лопастей для ветрогенераторов. Соглашение об этом подписано площадке Петербургского экономического форума между Ульяновской областью и композитным дивизионом госкорпорации «Росатом». И произошло это не случайно. В 73-м регионе, то бишь у нас, сформированы серьезные компетенции в сфере производства композитных материалов. Имеются профессиональные кадры, научная база и промышленная составляющая. Открыть производство композитных ветрогопостей планируется до конца 2024 года на базе готового цеха в Ульяновской области. На площадке собираются делать ветрогопости весом более 7,5 тонн и длиной около 50 метров. Масштаб производства обеспечит регион новыми рабочими местами – более 400. И позволит расширить линейку композитных изделий, производимых из продуктов дивизиона «Росатома». Производственные мощности цеха рассчитаны на изготовление 450 лопастей в год при максимальной загрузке. Инвестиции в проект составят около 2,5 миллиардов рублей. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Старт дан. Вперед к знаниям. 20 июня началась приемная кампания в ВУЗе. На следующий учебный год в стране создано более 626 тысяч бюджетных мест. Примечательно, и это с учетом новых регионов. Там на бюджет могут поступить более 36 тысяч человек. Для абитуриентов – раздолье в вариантах подачи документов. Например, можно онлайн через портал госуслуги или через сайт ВУЗа отправить почтой. Но основной способ, он же самый привычный – прийти в учебное заведение лично, поговорить с консультантами, педагогами, деканами. Еще раз подумать, определить направление обучения и подать документы очно. Здравствуйте, я пришел к вам поступать. Скажите, вот душа лежит у меня в журналистике. Хочу поступить. Какие у вас есть направления? Что я должен сделать, чтобы ставить журналисты в итоге? Куда поступить? Здравствуйте, вы можете поступить к нам на факультет историко-филологического факультета. Там есть направление журналистики. Прием-прием. Абитуриентам, внимание, стартовала пора подачи документов в ВУЗы. От вас, если речь о бюджетной форме обучения, лишь пакет документов и багаж, необходимых для поступления знаний. Консультант на месте расскажет, объяснит, направит. Галия – студент КулГПУ факультета права экономики управления. В роли технического секретаря третий год. Вначале был набор. Просто предложили с университета. Сказали, не хотите ли вы поработать, попробовать техническим секретарем. Я согласилась. Как бы новые впечатления, новые знакомства. Потом на следующий год мне понравилось. В этот раз поток абитуриентов уже в первый день неиссякаемый. Выбор Елизаветы пал на кафедру практической психологии. Почему? Хочется в дальнейшем помогать людям. А как хотите именно помогать? Психиатрам, психотерапевтам? Психологам. В ЛГПУ более 1300 бюджетных мест. В этом году даже появился вариант получения среднего профильного образования. Две специальности – правоохранительная деятельность и дошкольное образование. Из стандартных 15 направлений подготовки. В основном социально-гуманитарные. Журналистика, юриспруденция, управление персоналом и так далее. Традиционно наш университет отличает многопрофильность обучения. В первую очередь это наличие двухпрофильного бакалавриата. Двухпрофильный бакалавриат позволяет студенту обучаться сразу на двух профилях. Например, математика, информатика, математика, экономика. Или изучать одновременно два иностранных языка. Английский и китайский, к примеру. Все же преимущества очного варианта подачи документов превышают иные. Специалисты на месте помогают сориентироваться и выбрать образовательную программу с учетом потребностей и возможностей абитуриента. В Ульяновске вузов достаточно и все предоставляют качественное образование. В УЛГТУ в 2023 году доступно 1128 мест, из которых 898 бюджетных на бакалавриате и специалитете и 230 в магистратуре. Поменялся способ проведения конкурса. В этом году у нас отсутствует согласие на зачисление. Вместо них присутствует система приоритетов. Абитуриент должен расставить свои направления, на которые он желает поступить, в порядке приоритетов. И, соответственно, предоставляя оригинал документа, он рассматривается в конкурсе в соответствии с этими приоритетами. Кстати, поменять свои приоритеты можно до 25 июля. В приемной комиссии также на месте профессионалы, преподаватели ответят на любые интересующие абитуриента вопросы. Студенты чаще всего и их родители интересуются направлениями подготовки на всех факультетах. Соответственно, прежде чем подать документы, общаются с каждым из консультантов, узнают, куда им интереснее, куда им больше нравится поступать и подают туда документы. Артем уже при работе. Ему не нужны приоритеты. Без колебаний выбрал лишь один факультет. «Электроснабжение. Ну, это, мне кажется, по профессии будет дальше, как карьерный рост. Мне очень нравится моя профессия. Ну, вот, электроснабжение выбрал». Абитуриентам ни пуха ни пера. Впереди дорога к знаниям. Кульминация обучения – защита дипломной работы. Студенты Ульяновского политеха презентовали свои проекты. Это их дипломная работа. Третий год в учебном заведении действует программа «Стартап как диплом». Талантливые студенты сразу после выпуска имеют возможность применить полученные навыки на практике. В ретроградной Меркурии видеть себя окруженным множеством кошек во сне – знак предательства. Так говорит сонник. Но в современном просвещенном мире, за толкованием сновидений, можно обратиться к выпускникам политеха. Разработали приложение «Полисомния» – некий дневник снов, куда можно записать увиденное и получить интерпретацию. Из себя он представляет некий цифровой помощник для записи собственных сновидений, некий дневник снов, который помогает отслеживать психологическое состояние человека. Работали над проектом четыре разработчика. Марина рассказала, как пришла идея. Человек в среднем тратит на сон треть своей жизни. От полноценного отдыха и качества сна зависит качество бодрствования. Ночное кино в древности связывали с эзотерикой. Сегодня это предмет научного интереса. Студенты политеха решили подключить к самонологии искусственный интеллект. Будущие IT-специалисты создали цифрового помощника, при помощи которого человек может заняться самоанализом на основе интерпретации сновидений. Не раз уже у нас проводились консультации с кандидатом медицинских наук, практикующим психотерапевтом, который так или иначе направляет наш проект, чтобы он был действительно полезен для данной категории людей. Презентация творения – это параллельно защита диплома, но в необычном формате. Ребята выпускаются с продуктом, который прошел экспертизу на свою востребованность и на бизнес-перспективу. То есть это продукт, который имеет высокую степень потенциальной окупаемости и реализации. Стартап как диплом – так и называется формат выпускной квалификационной работы политеха. Уже три года студенты становятся бакалаврами, презентуя свои проекты. Каждый год наши студенты, выпускники нашей программы подаются на различные меры поддержки, выигрывают. В прошлом году таких проектов было пять, и они привлекли пять миллионов рублей. На защите дипломной работы присутствуют профильные эксперты, сопровождающие проект в процессе разработки. Я считаю, что эти конкурсы должны участвовать даже больше людей, приглашать не только экспертов, но и людей, которые могут себе позволить инвестировать в подобные проекты. Потому что проекты сами по себе интересные, и при должной поддержке стороны крупного бизнеса и людей, которые готовы их развивать дальше, они могут выйти в путь до Силиконовой долины. Лишь нужно объединиться и работать. Тогда диплом равно стартап превратиться в формулу реального осязаемого успеха. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это нужно живым. Бессмертные строки Роберта Рождественского как нельзя лучше подходят для акций «Огненные картины войны». В Ульяновске акция проходит уже в третий раз. В 2022 году мы данный первый раз провели в Парке Победы. До этого мы проводили в 2021 году акцию на Старом вокзале. Это место еще символично, Парк имени Победы. И для нас это слово очень многое значит. Еще одну огненную картину выложили в Димитровграде на пересечении улиц Юнг-Северного флота и Гоголя. Там из свечей составили изображение димитровградского памятника артиллерийской пушки. Гости же Парка Победы увидели звезду со стеллы на площади 30-летия Победы. В этом году мы выложили картину из более 5000 свечей. Но если взять суммарную историю в Ульяновской области, общее количество свечей это более 10 тысяч. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Это слова уже другого советского поэта Евгения Аграновича. Мой дед уже в 1939 году ушел воевать на финскую войну. Прошел всю войну и не дожил буквально 10 дней. 20 апреля он погибает на Зиеловских высотах под Берлином. Вот память о нем, кажется, всегда у меня в сердце. Письма его храню у себя, пока за своим внуком. Дедушка моего мужа, он был морпехом, получил ранение и был демобилизован, отправлен в госпиталь, демобилизован и вот дожил до 101 года с пулевым ранением в голову. Мой дед всю войну практически с самого начала до 21 января 1944 года воевал на Ленинградском фронте, был дважды ранен. Последнее ранение он был сапером и при разминировании минных проходов, при прорыве блокады Ленинграда, к сожалению, подорвался, погиб. Огненные картины в этот день зажгли во многих городах России. Мурманске, возле знаменитого Алеши, Волгограде и Санкт-Петербурге. Изображение монумента «Твоим освободителям Донбасс» появилось и в Донецке. Славы никто у тебя не выпрашивал. Родина. Просто был выбор у каждого. Я или Родина. 22 июня 1941-го по всей западной границе Советского Союза вспыхнуло зарево. Символические отблески его на свечах увидели мы, потомки военного поколения. Вячеслав Новожилов, Максим Архипов, репортер 73. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Сложно представить, что чувствовали люди 82 года назад, слушая это обращение. В одно мгновение весь привычный быт, надежды, мечты и мирная жизнь оказались разрушены, уступив место лишениям военного времени, голоду и боли утрат. Вот уже много лет ранним утром 22 июня в Ульяновске и в других российских городах и селах в этот день люди собираются у мемориальных комплексов, у вечного огня, у памятников павшим. С единственной целью. Здесь можно сравнить с асфальтоукладчиком, с катком, который катается. Чем больше раз он прокатится по одному и тому же месту, тем крепче будет дорога. Поэтому я каждый раз буду говорить и делать одно и то же. Вспоминать о своих дедах, о Гавриле, об Антоне, которые воевали за эту родину, о всех других воинах, которые 22 июня вот так вот встретили неожиданно врага. Многие погибли, многие терпели лишения, но тем не менее победили. Остаться в стороне было невозможно. Все рвались на фронт. Все желали сделать свой вклад в борьбу с захватчиками. Они с победным «Ура» шли в атаку на полях Великой Отечественной. Ночевали в окопах, землянках, блиндажах. Они защищали нашу родину на земле, в воздухе и на воде. Задача найти всех, кто не вернулся с полей сражения. И сегодня возложены нам многочисленные поисковые отряды. В Ульяновской области таких несколько. С каждым годом крепнут их связи. Работают в партнерстве с коллегами из других регионов и даже других стран. Например, поисковики из отряда «Крутояр» скоро отправятся на вторую уже вахту памяти в Гомельской области Республики Беларусь. Вахта для нас памятна тем, что мы будем работать по 154-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Ульяновской области. Прошлый год оказался очень удачным. И надеюсь, что этот будет не менее удачным. Общее большое дело – не дать переписать историю родной страны, чтобы Великая Победа Советского народа никогда не была забыта. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов Чердаклинского района по федеральному проекту «Чистая вода» началась еще в 2020 году. Сбурение трех новых артезианских скважин и строительство 7-километровой ветки водопровода от станции подготовки и очистки до поселка Октябрьский. Качество прекрасное, люди довольны. Левобережная часть пьет воду. Теперь до наших жителей дошло очень радостно. Не фильтруют. Не фильтруют, конечно. Она питьевая. Это артезианская чистая вода, которую в стакан наливаешь, как слеза. В апреле этого года строители приступили к третьему этапу. Магистраль, берущую начало в ранее подключенном Октябрьском, протянут дальше через Мирный до Чердаклов. Общая длина труб на этом участке составит 24 километра. Девять из них уже проложено. Строители идут с опережением. Отпайку на поселок Мирный подрядчик планирует провести уже к концу июня. Завершение всего проекта дожидаться не будут. Вода в трубах появится сразу после прокладки этого участка. А закончить монтаж водовода обещают к концу осени. Совсем рядом началась масштабная работа. Расширение участка дороги Р-241, Казань, Буинск, Ульяновск. От поселка Учхоз до Мирного. Трассу планируется расширить до четырех полос. Рабочие расчищают обочину от деревьев и выкорчевывают пни. Этот отрезок – первый шаг строительства современной четырехполосной магистрали с высокой пропускной способностью, которая в будущем должна связать Самару, Ульяновск и Казань. Следующим, вторым этапом станет строительство объездного пути вокруг Чердаклов. Первые пять километров дороги обойдутся в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Закончить с работой ульяновский подрядчик должен к осени 2025 года. Здесь пока ничего нет. Это второй этап уже у нас получается. Это обход Димитра Алграда и отдельно идет капремон. Это третий этап уже. В Чердаклинском районе находятся сразу несколько крупнейших в области сельскохозяйственных и животноводческих предприятий. Крестьянско-фермерское хозяйство в селе Озерки является лидером по продуктивности в регионе. 31% всей ульяновской молочной продукции, поставляемой в том числе и на внешний рынок, производится именно здесь. Хозяйство активно развивается. Сейчас ведется строительство новых телятников на полторы тысячи голов. Для меня большая честь лично с вами встретиться и выразить свою бесконечную признательность. Спасибо вам за ежедневный непростой труд, за профессионализм и любовь к своему делу, за безукоризненное чувство долга и ответственности, за терпение и стремление к саморазвитию. Глав врачи и работники скорой помощи, фельдшеры и медицинские сестры, фармацевты и реаниматологи. Собравшиеся в зале в повседневной одежде, они ничем не отличаются от нас с вами. Но после окончания торжества им предстоит вновь надеть белые халаты и занять свои места в машинах скорой помощи, у больничных коек и хирургических столов, чтобы продолжить ежедневную борьбу за самое важное – человеческую жизнь. Расхожее мнение глотит – врач не профессия, а образ жизни, призвание, на путь которого многие становятся с самого детства. Я не из медицинской семьи, но моя мама всю жизнь работала медицинской сестрой. Ну, наверное, во многом это и повлияло на выбор профессии, поэтому в 92-м году я поступил на медицинский факультет Ульяновского госуниверситета. В областной службе детской нейрохирургии Сергей Юрьевич трудится с момента ее появления. За 25 лет работы на этом поприще прошел путь от молодого врача до заведующего отделением. Работа нелегкая, Сергей лечит тех, кто на первых шагах своего жизненного пути столкнулся с преградой, преодолеть которую под силу не каждому взрослому. Сколько юных пациентов прошло через его руки за это время? Ответить на вопрос не может, но твердо знает одно – каждый раз, стоя за операционным столом, делал все, что было в его силах. Большинство пациентов тяжелых, они остаются в памяти. Многие пациенты уже выросли, перешли во взрослое состояние. Часто мы видимся с ними на улице, общаемся. Всегда приятно, когда начинаешь лечить тяжелого пациента с неизвестным прогнозом, видеть, что он живет, ведет активную, качественную жизнь. Оздоровление самой медицины – задача, лежащая на плечах региональной власти. За последние несколько лет проделана огромная работа. Ведется ремонт и строительство больниц, поликлиник, ФАПов. В кабинетах узких специалистов появляется новое передовое оборудование. А молодые врачи и младший медицинский персонал получают дополнительные выплаты. Говорить о полном исцелении пока рано, но прогноз положительный. Такое искусство требует не только креативного подхода, но и усидчивости, терпения и высокого мастерства. Работая с расплавленным стеклом по металлу, Ольга часто использует красный цвет – цвет бога огня. В отдельном красном зале представлена серия сюжетов в излюбленных оттенках. Вдохновением для одной из тем темы ториадоров послужило путешествие художницы в Испанию. И более того, я там увидела женщин, которые тоже работают верхом, с быком. И в том числе вот этот портрет Леа Виссенс, она крупнейшая в мире ториадорка. Вот, и это очень впечатляет. Автор обращается к образам из самых разных эпох. Так, например, Ника – самофракийский образ из эпохи античности, воплощена не только в финифте. Это текстиль, это синтетическая ткань. И, как видите, в декоративно-прикладном искусстве один и тот же сюжет может ложиться на разные материалы, не теряя при этом привлекательности, но и какой-то композиционной цельности. Мы получили очень интересную выставку, многоплановую, многоярусную, которая дает представление о том, что есть декоративно-прикладного искусства, а именно современная эмаль, современный батик, современный габелин. Избранная эмаль-текстиль. Выставка продлится до 27 июля. Познакомиться с творчеством признанного мастера смогут все посетители музея изобразительного искусства Нальва Толстого. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Внимание! До 30 июня в медицинском центре «Консилиум» консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей. Вместо 1 800 – 1 000 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». Хочу позитива. Лови настроение от лимонадов в позитивите. А сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? А что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Рекламное агентство «Найм» 495-984-55-54. Реклама на радио. По данным сайта «Гесметио» 23 июня в Ульяновской области без осадков. Температура воздуха по области ночью плюс 6, плюс 10 градусов, днем от 16 до 20, со знаком «плюс». В городе температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем от плюс 17 до плюс 19. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Вы смотрите «Утро с репортером». Мы продолжаем. В студии для вас работает Оксана Коваль и Владимир Гаврилов. Вчера, 22 июня 2023 года, в День памяти и скорби прошла акция «Минута молчания». В 13.15 по ульяновскому времени, в память о тех, чью жизнь оборвала самая страшная война в истории человечества, страна замерла в минуте молчания. Ровно на минуту остановилось движение транспорта. Затихли теле и радиоэфиры, замерли производство. О тех, кто помнит страшные дни не по рассказам и фильмам. Наш следующий сюжет. Единственное, вот помню, как отец пошел, попрошался, ушел. Ну, писал письма с фронта, получали, ждали, надеялись на это. Семья у нас осталась большая, пять человек. Папа когда ушел. Маме даже спать негде было. Она то тут трильнет, то там, то на сундуке она спала, то даже могла она стоя у нас спать. Смотрим, стоя у Голанки, она уже у нас спит. Не хватало, конечно, где-то по кусочку сахара, по кусочку хлеба. И хлеб, если с маслом, с подсолнечным, да солькой присыпешь, это за счастье. А то, если хлебушка-то к песочкам, водой ее при этом... Нальешь водички, чтобы не посыпался. Ну, тоже хорошо. Мама, конечно, пыталась нас кормить. Она очень была у нас такая крепкая, серьезная. Она добросовестная. Она нас, вот, пятерых, она нас одна подняла. Всероссийская минута молчания состоится 22 июня 2023-го в 13.15 по ульяновскому времени. Ровно на минуту остановится движение транспорта. Затихнут теле- и радиоэфиры. Замрут производство, где это возможно. В память о тех, чью жизнь сгубила и изуродовала самая разрушительная война в истории человечества. А теперь пришла пора поговорить о современных трендах. О лайфхаках и полезных вещах. Ежедневно в этом нам помогают эксперты традиционной рубрики «Стиль». Очередной выпуск, который предлагаю посмотреть прямо сейчас. Доброе утро! С вами рубрика «Стиль» и я ее ведущая, визажист Алена Макарова. Рада представить вашему вниманию наш проект «Преображение про тебя». С вами будут сегодня работать наш фотограф Елена Агафонова, наш стилист-имиджмейкер Марина Пшеничнова, наш мастер-барбер Татьяна, сделала Максиму стильную стрижку, а теперь над твоим образом поработает наш миджмейкер Марина. Большинство мужчин носят джинсы и футболки, чаще всего темные, черные, темно-синие, коричневые. Но весной всем хочется обновления, поэтому я сейчас предложу Максиму классный образ и расскажу, как можно весной сделать так, чтобы вы выглядели и стильно, и красиво, и свежо, но в то же время, чтобы вам было удобно и комфортно. Максим, я вот подобрала образ в необычных для тебя цветах, но я хочу, чтобы ты примерил, посмотрел на себя другими глазами, и как раз на этом образе я и расскажу, как мужчинам преобразиться этой весной. Я предлагаю вам всем и мужчинам, и женщинам вспомнить, что кроме синих джинсов, джинсы бывают еще цветными, бывают зелеными, желтыми, горчичными, бордовыми и других цветов. Поэтому весной мы можем заменить наши привычные голубые и синие джинсы на цветные. Но мужчины не выбирают яркие или очень светные модели, потому что это марки и цвета. Поэтому я предлагаю мужчинам покупать приглушенные оттенки, зеленые, но хаки. Если это бордовый, не красный яркий, а именно бордовый. Если желтый, то не яркий желтый, а горчичный. И тогда вам будет и удобный, и комфортный, и в то же времени марка. Обратите внимание наверх этого комплекта. Футболка и рубашка выполнены практически в одном цвете. То есть у нас незначительная разница в оттенках. Этот прием используется для того, чтобы привлечь внимание, чтобы хотелось задержать взгляд на этом месте и рассмотреть, что же у нас такое там одето. Также обувь подобрана в цвет джинсов. Это тоже не случайно. Обувь мы подбираем в цвет джинсов или в цвет низа, тогда, когда нам хочется удлинить ногу. Этот прием используют большинство стилистов и пользуются чаще всего женщины. Этим приемом, когда им хочется визуально удлинить свой силуэт. Но и мужчинам также можно использовать этот прием в своей повседневной жизни. Расскажу вам еще один классный прием, который сделает ваш образ более дорогим и изысканным. Это многослойность. Если мы одеваем несколько предметов одежды сразу, это делает наш образ интересным и более дорогим. Сейчас я покажу вам пример. То есть можно было бы просто одеть футболку и джинсы, и все. Но мы добавили рубашку в цвет футболки. Уже хочется рассмотреть. А теперь я предлагаю еще добавить свитер, накинуть на плечи. И уже у нас совсем другой эффект. Во-первых, это очень удобно. Если будет на улице свежо, то можно одеть этот свитер. Например, утром мы выходим на улицу холодно, и мы одеваем сверху. Днем становится тепло, светит солнышко, мы повязываем свитер на плечи. Вечером опять мы можем его одеть. Вот такой вот многослойный образ как раз и делает весь вид дорогим и интересным. Пользуйтесь этим приемом. Добавляйте на вашу верхнюю одежду свитера, также повязывайте на плечо. Можно спустить одно плечо. Это тоже будет смотреться очень классно. Светлый свитер я выбрала тоже не случайно, потому что светлый цвет у лица очень сильно освежает. И у нас перекликается светлый свитер со светлыми полосками на кроссовках. Это тоже такой прием, когда мы используем больше двух цветов в одежде, они должны между собой где-то перекликаться. И их не должно быть одинаковое количество. То есть у нас очень много зеленого, много кирпичного и небольшое вкрапление светлых деталей. Тогда смотрится интересно, классно, гармонично. Соблюдайте пропорции в образе. Добавить непринужденности можно еще таким способом. Закатать рукава, расстегнуть пуговку и немножко их закатать повыше. Максим, ну как тебе? Будешь носить цветные вещи? Да, мне очень нравится. Свежо, действительно, по-весеннему, как-то вот и по-летнему даже, я бы сказал. И джемпер, он всегда в непогоду, и в холодную, если что-то будет, он согреет. А с вами была рубрика «Стиль» и наша команда преображения проекта «Про тебя». До новых встреч! Будьте красивыми! Ты, Машура, ты, Машуренька моя! А чего же ты, Машура? Ты, Машура, ты, Налеченька бледна, а я бледна, 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 бледна! Без смелого, без дружка, без смелого, без дружка, без волю, сокола. Разлевалась, разлевалась, и я мою жир в руку, а потом ляла, потом ляла, шукуры, бухлых, буху. А заверали, заверали все на рыбецу ловцы. Соловцы, ловцы, 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 а удалые, я молодцы. Солеры, рыбецу, мне все вылавли в боти. Солеры, рыбецу, мне все выспрашивайте. Ой, хорошо ли, хорошо ли, шука рыба без воды. А хорошо ли, хорошо ли, мальчочек добежонный, 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 все на ночи, как долго. А без хорошей, без хорошей, постели, как холодно. Вот так ярко, позитивно, задорно встречаем эту пятницу. Почему? Потому что сегодня день балалайки. Международный день балалайки. Мы с чем вас и поздравляем. Да, ура. Этим утром у нас в гостях Олег Маскаленко, заведующий литературным музеем Дом Языкова, со-руководитель народного коллектива детского фольклорного ансамбля Жихарка, ну и, собственно, участницы ансамбля Александра Дьяченко и Ольга Щепочкина. Доброе утро. Доброе утро. И сейчас вас с праздником. И вас тоже с праздником. Спасибо. А, кстати, отмечайте как-нибудь праздник вообще. Мы играем везде. Мы любим играть, поэтому мы играем постоянно и везде. И в этот день тоже. И в этот день мы тоже будем играть. И тоже на балалайках. Не принципиально праздник неправильно. Нам главное играть. Но это же не просто день у этой балалайки, это же день народника. Человек, который играет или поет народные песни, одевается в народные, ходит в народные. Ну, я думаю, что это вот наш праздник. Ну, естественно. Соответственно, вопрос. Девчонки к вам, наверное. Как вдруг решили себя реализовывать именно в народном творчестве? У меня старшая сестра есть, которая тоже ходила к замечательным преподавателям, тоже в детский фольклорный ансамбль Жихарка. И, собственно, я тоже очень хотела. И так получилось, что теперь я уже шестой год пою в этом ансамбле. И потом появилась такая возможность, когда Олег Антонович предложил заниматься инструментом, то есть балалайкой. Мне очень понравилось, занимаюсь до сих пор. В моем случае меня повела бабушка по всем коллективам, сказала, что надо развиваться. Мне очень понравилось, и я решила продолжать в этой сфере развиваться. Мне очень нравится играть на балалайке. Я уже пять лет играю и продолжаю учиться. Если у вас опытные, да, шесть лет на балалайке, пять лет на балалайке играют, молодцы. Нет, на самом деле не совсем так. Ольга, она играет, конечно, шесть лет, но она играет еще и на классическом. У нас есть немножко разделение. Классическая, народная балалайка. А вот Александра у нас народная играет только. Потому что у нас тут есть такой проект, это «Байки о балалайке». И мы с этим проектом начали заниматься именно традиционной балалайкой, которая вот звучала здесь, в Ульяновской области и в Самарской области. Потому что мы совместно с Центром Самарского фольклора как бы начали этот проект. И так получается, что сейчас нам это больше всего нравится, потому что вот эта традиционная музыка, она все-таки более, наверное, привлекательная. Ну, для нас, по крайней мере. А когда нам хорошо, это и всем хорошо. Я по этому поводу, мы смеемся, но у нас, мы вот этот инструментальный состав, который мы его называем, ансамбль «Нам хорошо». Вот и у нас... Название говорит само за себя. Да, и нам хорошо, действительно. Вот, поэтому и девчонки, конечно, Ольга, она не единожды уже как бы лауреат всяких международных всероссийских конкурсов, но как классические балалайчики. И тут она говорит, ну, я тоже хочу с вами, потому что она ходит, смотрит, мы все это играем, играем. И вот так вот у нас появилась, и у нас появилась и скрипка, и балалайка. Вот, кстати, балалайки разные, да? Разные, да. В чем? Почему? Ну, нам просто это... Это просто форма или здесь все серьезней? Нет, на самом деле, как бы, вот эта балалайка, которая, ну, получается, слева, да, от меня, эта балалайка, такой классический вариант балалайки, который придумал Василий Алексеевич Андреев, а эта балалайка, она реконструированная. То есть есть мастер Борис Серафимов Ефремов, и он реконструировал балалайку. Есть рисунок балалайщик, который сидит на пеньке, это 1868 год. И он вымерил все эти пропорции и сделал вот этот инструмент. По звуку не отличается практически ничем. Четыре струны? Четыре струны, да. Все привыкли, что три. Три струны, но на балалайке может и шесть струн быть. То есть как бы это все зависит... Мы, я в одной экспедиции видел, дедушка такой сидит, играет на балалайке, у него шесть струн, и еще цепочка, которая вот по деке бьет, и спрашивает его, а зачем? Он говорит, ой, так прикольно бренчит. Ну, на самом деле, конечно, вот когда несколько струн, ну, допустим, здесь первая струна, она удвоенная, и она дает такие обертоны, и более так, наверное, красиво звучит, в разлив, немножко так гармошечного. А вообще сложно освоить балалайку? Для начала, наверное, было все-таки сложно. Сначала нужно научиться как-то руководить руками, чтобы рука разворачивалась, как нам говорят, и потом пробовать уже играть какие-то пьесы. Вообще на любом инструменте это сложно играть. То есть независимо. То есть будет это свирель, там, сапель, или флейта, или это будет балалайка, дом, романдолина, неважно совершенно, что, ну, везде надо прилагать усилия. И, конечно, на балалайке, с одной стороны, и можно научиться быстро, но быстро не научишься. Но хорошо не получится, да? Хорошо не получится, да. Можно там тебе покажут три аккорда, но это будет не то. А то есть тоже к три аккорда обычно к гитаре относятся? Три аккорда выучил, все песни можно играть. Я открою секрет, на балалайке то же самое. Но почему? Потому что на самом деле вот все, что у нас в традиционной музыке, оно достаточно, с одной стороны, просто, а с другой стороны, очень сложно. И я говорю, что вся гениальная музыка написана вообще на двух аккордах. Да, Моцарта, если взять, он писал на двух аккордах, и это звучит прекрасно, и мы до сих пор как бы, да, это смотрим, слушаем, и никогда не задумываемся, что это можно сделать вот так просто. Вы с концертами, насколько я понимаю, наверное, ну, нашу область всю объездили. Где вы еще были, расскажите. На самом деле, как бы по области, ну, мы, да, ездим. Мы в деревню нас приглашают, в Языковом ездим. Потом мы ездим, когда в экспедиции, да, тоже там играем, тоже это поем. В экспедициях вы собираете, да, народный материал, как я понимаю? Да. В этом году у нас в рамках проекта, есть такой проект у нас, еще один, да, «Симбирский взгляд. Традиция и соблюденность». Мы в рамках этого проекта в этом году вот едем в Сурский район и в Цельнинский. Вот таких два района решили обхватить, потому что там мы не были. Мы проехали 8 районов, а вот в этих двух еще не было. А ездите с детьми? Едем с детьми. То есть все вместе, всем коллективом, всем составом? Всем коллективом не берем мы всех, потому что у нас все-таки есть ограничения по местам, там, да, ну, все-таки машины. И всех невозможно взять. Понятно будет это или непонятно. Но у нас первый состав, в который девчонки ездили с нами, это был еще в 2014 году. То есть первый раз мы поехали с ними, с детьми. До этого мы ездили сами. Вот. И там в первом составе у нас получается, что они вот пока не поступили в высшее учебное заведение, да, они с нами все ездили. И одна из девушек сказала так, один раз приехала, мы приехали в Барыжский район, а там ни сотовой связи, ни интернета, ну, ничего вообще буквально. А мы в школе жили там еще, где вот этот вообще прям, даже туалеты. Полное погружение. Да, полное погружение, да. Она приехала, мы думали, что она не выдержит как бы. Но мы полностью, полностью все время она была в экспедиции, это 10 дней, потом приехала, сказала, это самый лучший экшен вообще за все время моих поездок, там, пионерские лагеря и так далее. Вот видите, как неожиданно. А, девчонки, вы ездили? Мы поедем в это лето, нам обещали, мы очень хотим поехать, потому что это разнообразие очень интересное. Ну, ведь там надо как-то собирать информацию, там же не просто, вот мы поехали, отдохнем, погуляем. Ну, когда мы приезжаем, допустим, в какой-то дом, сидят бабушки, они что-то рассказывают, что-то поют нам, мы это все записываем, звук записываем, записываем вообще слова, что делали, там, в блокноты куда-то, в тетрадке, и потом это все мы формируем в такое... Ну, резюмируем. Да. Как сборники делаем. Ну, это же такая серьезная работа, наверное. Они еще и пока не были, они только пока в Телорице знают. Мы уже их... Как бы у нас есть такой мини-экспедиции, домой называется, да. Мы здесь, в Ульяновске, прям ездили вот сейчас, в марте месяце мы ездили, в феврале, ходили в экспедицию, да, потому что нам сказали, что есть замечательная бабушка, которая из Стелинского района, но живет сейчас, она уже здесь. Она частушнистая, и мы вот ходили к ней, вот трехчасовая у нас такая экспедиция была, но это было достаточно интересно, потому что человек, когда рассказывает о своей жизни, люди начинают, дети начинают совершенно по-другому относиться к жизни. Хотя, ну, мы же говорим, да, как своему ребенку, ты начинаешь говорить, вот это так, вот это... Он не верит. А вот когда другой человек тебе скажет, он начинает по-другому относиться. Мне кажется, бабушки так интересно рассказывают, вот у них вот и слог, и речь, это ведь интересно же просто послушать. А самое главное, что они, понимаете, вот несут, наверное, ту информацию, которую ты сейчас нигде не возьмешь. Вот не возьмешь ни в интернете, ни в книгах, ни где-то это не прочитаешь. Потому что даже если читая книги, ты приносишь свою как бы точку зрения к этому, да, а там нет. Там бабушка рассказывает то, что есть у меня, вот как она жила, как у нее муж был, да, там, как он готовил пряники здесь, да, а потом сделает целое ведро пряников, а сам в этот... Потом раздает всем, ходит по всей деревне. То есть и это тоже, понимаете, это все... Это все жизнь. То есть такие моменты прям... Ну, действительно трогательные, наверное. Ну, трогательные. Они действительно серьезные и полезные. В целом, вот для понимания, может быть, даже в целом, русской души, что ли. Если уж так вот замахнуться серьезно. Если серьезно, то да. Вот вся традиция, она сейчас, к сожалению, не в городе находится, она находится там, в деревне. И к ней надо, соответственно, ехать, к ней тянуться. К ней надо идти и понимать. Ну, то есть пытаться понять, потому что понять ее невозможно. И вот именно с молодыми ребятами, чтобы они это все прочувствовали. Из всех вот тех, которые с нами вот ездят, даже закончив у нас обучение, они приходят к нам с удовольствием. Они приходят просто петь, приходят на наши праздники. Ну, то есть мы очень этому рады. Девчонки, к вам еще вопрос. Как считаете, в чем вот эта вот притягательность и загадочность народной музыки? Ну, наверное, когда начали ходить, это начало очень нравиться. Это делаем все потому, что нравится. То есть не потому, что заставляют, а потому, что нравится. Ну, сам момент, когда ты начинаешь петь, ты понимаешь, что слова чуть изменены, они звучат по-другому. То есть слог другой. И намного интереснее. То есть, по сути, ты говоришь, как на другом языке. Тебе приятно это делать, и он звучит мягко. А понятно все то, что вы поете петь? Абсолютно. Замечательно. Ну, вот смотрите, Задорным же говорил, вот приходя на дискотеку, поставьте лучше туда барыню. И вся дискотека начнет плясать. А до этого никто не будет выходить, если там будет какая-то такая быстрая музыка, ну, не знаю, металл какой-нибудь. Никто не будет. А барыню поставишь, они все выходят. Ну, потому что где-то это из души начинается. Мы все равно, как бы там ни старались из нас это вытравить, не получится. Не получится, потому что традиционная музыка, народная музыка, она доступна. Она просто доступна. Доступна для нашего понимания. Не вот для кого-то, а именно для нас. Ну, ее надо, просто ее не надо как-то там, я не знаю, осмысливать. Такое ощущение, что вот осмысленность этой музыки внутри есть. И ты просто, ну, ей надо открыться, и тогда она сквозь тебя пройдет и действительно сразу в танец. А какие-то современные произведения пробовали играть на балалайках? Думаю, мы постоянно это делаем. У нас есть такие произведения, ну, конечно, вот не на традиционных, хотя на традиционных тоже мы тут и батарейку, и все остальные, это мы тоже практикуем, но это нам весело, мы же тоже как бы в современной мире. И шансон играем, ну, просто это потому, что весело. Вот, и рок-н-ролл играем, и да все что угодно. Ну, давайте мы, наверное, послушаем это современное исполнение в следующий раз. Я думаю, что вы к нам еще придете, вы говорите, а сейчас что-нибудь народное, традиционное, ну, в честь праздника. Да, ну, краковяк сыграем. О, кстати, да. Еще раз вас поздравляю с праздником. Пока вы не убежали выступать, напомню телезрителям, что сегодня у нас в студии были Олег Маскаленко, заведующий литературным музеем Дом Языкова, со-руководитель народного коллектива детского фольклорного ансамбля «Жихарка» и участница ансамбля Александра Дьяченко и Ольга Щепочкина. Ну, вот, а теперь ждем. Субтитры создавал DimaTorzok Казань Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Варикозное расширение вен серьезная угроза здоровью. Внимание! До 30 июня в медицинском центре «Консилиум» консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей вместо 1 800 – 1 000 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». Хочу позитива. Лови настроение от лимонадов в позитивите. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Реклама на радио. Очень эффективно. Очень выгодно. Рекламное агентство «Найм». 495-984-55-54. 27 июня в 18.00 во дворце Губернаторский состоится сольный концерт государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Бориса Галаева. Хор исполнит народный осетинский, абхазский, казачий, карачаево-черкесские песни, абалет «Осетинские танцы», массовый торжественно-грациозный танец «Симд», мужской танец с кинжалами, девичий лирический танец и другие не менее эффектные хореографические композиции и сюиты. Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте ансамбля «Волга», а также в кассе и на сайте дворца «Губернаторский». Действует пушкинская карта. Два часа утреннего эфира пролетели. Время поговорить о праздниках дня сегодняшнего. Напомню, 23 июня на календаре «Пятница». Ярче всего и прямо в студии мы уже отметили праздник музыкантов-народников, День малолайки. А еще сегодня Международный Олимпийский день и внимательные зрители вспомнят, что путешествуя по страницам истории, мы отмечали, что именно в этот день Пьер де Кубертен как раз и предложил и организовал Международный Олимпийский комитет. Можно обратиться и к языческим праздникам. Сегодня, например, Иванова ночь или канун середины лета. Как-то странно. Июнь вроде середины лета. Но, тем не менее, торжества в честь праздника начинались обычно вечером и продолжались всю ночь, завершаясь встречей рассвета и восходящего солнца. За окном солнце уже давно взошло, значит, нам пора заканчивать программу. Напомним, украшать студию нам помогают яркие композиции от партнера программы студии флористики «Нимфа-73». Если вы не успели посмотреть какую-то программу нашего телеканала, не спешите отчаиваться. На сайте www.reporter73.tv Этот пробел всегда можно восполнить. А еще можно позвонить по номеру телефона утренней редакции 30 50 73 и поделиться своими новостями, а также интересными историями. На этом будем прощаться. Сегодня для вас работала Оксана Коваль. И Владимир Гаврилов. Хороших вам выходных. До скорого. Пока.